Дорогие друзья, уважаемые товарищи, мы живем в великом государстве. Оно, прежде всего, определяется историей. В мире только с десяток государств, как и мы имеем тысячелетнюю историю. Но лишь два государства за последние 500 лет не теряли своего суверенитета. Это мы и Англия. И только одной стране нашей пришлось 700 с лишним лет защищать свое право жить на этих просторах, в мире дружбе с разными народами, которые владели русской культурой и русским языком, и которые желают жить вместе с нами. Я хочу поблагодарить, прежде всего, военных, моряков, а для меня флот – это и море, и небо, и береговая оборона, и граждане, и семьи, за то, что вы 5 лет назад проявили не только воли и мужество, сплоченность и находчивость. Вы проявили редкую способность решить одну из сложнейших задач – мирно, демократично. Здесь, несмотря на то, что с обеих сторон было почти по 25 тысяч войск, не выстрелила ни одна пушка. Спасибо вам, вы настоящие герои и патриоты. Я не раз размышлял, почему первыми городами-героями были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. И считаю, что это было абсолютно обоснованно. Если бы фашисты сходу взяли Ленинград, и не было до этого пакта Молот-Риббентроп, с границы от Эстонии до Ленинграда 140 километров, фашисты продвивались в день скоростью 35 километров, через неделю могли взять, и тогда бы центральная группировка северных фашистов, замкнувшись, придушила бы Москву. Если бы не дралась отчаянно Одесса, а у меня отец был призван в армию в 30 лет, для этого на учителей была бронь, а потом сражался за Одессу и дрался за Севастополь, здесь недалеко был смертельно ранен, но после пяти операций выжил. Если бы здесь фашисты не застряли почти на год, они бы, похоже, и взяли Сталинград. А если бы взяли Сталинград, на 80% моторы нашей армии снабжались нефтью из Баку, тогда ситуация была абсолютно критическая. Если бы Александр Третий, один из гениальных государей, не принял решение отстроить в стран Сибирской магистрали, а его отговаривала вся челюсть, вся знать, сказали, через Денитей мосты никогда не построите, вокруг Байкала полукольцевую дорогу тоже, невозможно. Он сказал, если мы не построим дорогу, это будет не дорога, а нервы, сухожилия, которые связывают Российскую империю воедино, мы не убережем страну. Транссибирская магистраль окупилась за шесть месяцев. По ней мы на восток перебросили полторы тысячи заводов, и 10 миллионов граждан через 2-3 месяца эти заводы снабжали фронт всем необходимым. Поэтому я хочу сказать, что в Великую Отечественную войну Севастополь, Ленинград, Сталинград, Одесса и Орловско-Курская битва сыграли решающую роль. Я с этих прекрасных земель, у меня на Орловщине более 700 братских могил, 450 тысяч лучших сынов и дочерей советской державы похоронены. Мы им всем кланяемся, благодарим, мой родной Орел, как и Севастополь, не пропускал врага вглубь, и ни один супостат, который шел на Москву, не пробился через Орловские земли. Это коренная русская земля, которая, как и Севастополь, хранит лучшие военно-патриотические традиции. Я считаю, что 5 лет назад было принято еще одно историческое решение. Нас осталось мало на этом материке. Чтобы нам быть конкурентоспособными в мире, в этом столетии, надо иметь минимум 200 миллионов. Нам надо складывать потенциалы с Белоруссией и с Украиной. Надо расширять свои возможности на юге и на востоке. Нам все сделать надо, чтобы выдавить эту нацистско-бандеровскую банду под руководством ЦРУшника, захватившую на Украине. Но помнить, что украинский народ нам братский, и он попал сегодня во щип случайно, и мы должны помочь все сделать, чтобы спасти и себя. Потому что если НАТО появится под Харьковом, ракеты будут лететь до Москвы 5 минут, и тогда костюм не успеешь одеть, для того, чтобы принять нормальные решения. Поэтому перед нами в ближайшее время стоит исключительно стратегическая задача. Президент в своем послании ее сформулировал, на мой взгляд, предельно конкретно, впервые с программой на 5-10 лет вперед, с технологическим ее обеспечением по всем направлениям. Нам надо ворваться в пятерку ведущих стран, мы сейчас 11, с темпами 1,5%, мы через 5 лет ползем на 15 место, и тогда будет политический кризис. Нам надо все сделать, чтобы уложить науку, образование, здравоохранение, минимум 20% потенциала и бюджета, сейчас складываем меньше 12. Нам надо все сделать, чтобы укрепить геополитические свои возможности, и закрепиться здесь, на южных бережах. Я благодарю командующих, командующих флотом и всех, вы за последнее время серьезно прибавили. В свое время адмирал Казатонов нам помогал в нашей команде, вот сидят мои депутаты, наши товарищи, и Мельников, и Кашин, и Харитонов, с которым мы выдавливали из Феодосии американцев, которые там выселились в 2006 году. Нам помогал Камоедов, который здесь командовал, я вместе с ним был на флагманском корабле, когда загорелась ситуация в Абхазии, южная сеть. Вы тогда спасли положение от большого пожара. Но сегодня абсолютно неспокойно. Нам объявлена так называемая гибридная война. Это война финансово-экономическая, технологическая, информационная. Война страшная и опасная. Война психологическая, которая давит на нас. К несчастью, российское информационное агентство и телевидение помогают вести войну против собственной страны, потому что они иногда занимаются откровенным антисоветизмом, русофобией. А это два ствола, которые расстреляли советскую власть и разрушили советскую державу. Мы должны все сделать, чтобы укрепить единство, без которого не бывает побед. Выступал у нас в Думе президент. Мы поддержали его программу. Мы считаем она стратегически обоснована. Выступал святейший патриарх Кирилл, который скатал Святая Русь. Абсолютно согласен. Идеалы Святой Руси здесь зарождались. Без них невозможно двигаться вперед. И выступал Жорес Алферов, Нобелевский лауреат, который сказал без советской справедливости и новых технологий вы не решите эту задачу. Поэтому триединая формула Святая Русь, великая тысячелетняя державность, которая немыслима, без мощной армии, флота и советская справедливость. Вот та основа для единства, которая позволит нам вновь победить. А чтобы победить, надо иметь сильную экономику, сильную армию, крепкий дух и политическую волю. Политическая воля была гениально проявлена в те пять лет, которые спасли нас всех от нового большого пожара на юге. Я пожелаю вам всем успехов, а Путину проявить вновь политическую волю для того, чтобы выйти на финансо-экономический курс, который он заявил, и обеспечить бюджет развития, который должен быть на 10 триллионов больше. Мы поддержим эту программу и для ее реализации подготовили 12 законов. Интересы Крыма и Савиастополя там имеют приоритетное значение. Успехов вам!